Летите, гуси-лебеди, в Третьяковку в сказку попадете. Летите, гуси-лебеди, в Третьяковку в сказку попадете. 8 часов 22 февраля 2020 года, обновлено, 8-9-22 февраля 2020 года. РИА Новости, Сергей Пятаков, посетительница у картины художника Ильи Глазунова «Русская красавица» на выставке «Русская сказка». От Васнецова до сих пор. РИА Новости, Сергей Пятаков, Москва, 22 феврия новости, Анна Нехаева. Забраться на гигантского медведя, попробовать поймать золотую рыбку и разгадать, где Кащеева игла, хочется всем. В западном крыле Третьяковской галереи на Крымском валу открылась выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор настоящий аттракцион и генератор улыбок. О том, что там показывают, как стать Василисой прекрасной или богатырем и не заблудиться в волшебном лесу, в материале РИА Новости. Чудо чудное. Когда я вошла и увидела медведя, то испугалась, а яга и Кащей не страшные, призналась десятилетняя Вера. Вообще, мне понравилось. Классно, когда ты не знаешь, где что расположено. Морской зал красивый, а еще картины низко висят, их удобно рассматривать и читать подписи. Детское мнение самое честное. И все именно так. Главный герой выставки почти двухметровый бурый медведь, с когтями и мощным носом, прилегший отдохнуть посреди зала. Вокруг картины, инсталляции, фотографии, но именно он притягивает внимание. РИА Новости. Сергей Пятаков. Юные посетители возле композиции Марии Трегубовой и Михаил Михайлович на выставке «Русская сказка». От Васнецова до сих пор. Этих зеленых залов два, и вы обязательно в них потеряетесь. Такой парадокс оценили и работники Третьей Ковки. На монтаже сюда приходили хранители из Лаврушиского, фотографировали цвет и номер краски на банке. Говорили, вот это как раз то, что нужно, мы не знали, какой у нас в залах оттенок стен. Вот такие внутренние радости, признается Трегубов. РИА Новости. Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. РИА Новости. Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. В первом зеленом зале надо сделать выбор. Прямо пойдете в волшебный лес, попадете, налево пойдете в подводное царство, а направо в подземном царстве окажетесь. Нет правильного пути, надо выбирать свой собственный. Кощей и компания. РИА Новости. Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. РИА Новости. Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. Это не выставка в традиционном понимании, когда смотришь только на картины, а еще просят не дышать на шедевр и соблюдать тишину. Готовьтесь к крикам восторга и громким спорам. Зритель становится героем сказки, он сам строит собственную волшебную историю, говорится куратор выставки Иван Антонов. Создается потрясающий эффект, когда стирается граница между экспонатом и зрителем. Дети могут трогать Большота медведя в волшебном лесу, сесть на него или скатиться. Это нормально, он на то и задуман. Идеальный вариант взобраться на него и посмотреть на картину Виктора Васнецова Иван Царевич на сером волке напротив. Кстати, впервые в одной экспозиции собраны три крупные работы художника. Еще на Крымский вал приехали три царевны подземного царства, 1879 и 1881 годы, и царевна лягушка, 1918. Каждая из картин размещена в отдельном тематическом зале. Красиво не в сказке сказать, не пером описать. РИА Новости, Сергей Пятаков, выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. РИА Новости, Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Васнецова до сих пор в Москве. Если пойти туда, не знаю куда, то есть в подземное царство, то там можно узнать про жизнь Кащея, по версии Марии Трегубовой. Это еще одна иммерсивная работа. В нескольких нишах деревце, сундук, заяц, яйцо и игла. Все можно трогать, щупать и при желании пробовать. Мы готовы к тому, что все может облезть, мех истрепаться, да и стены пострадать восстановим, добавляет Антонов. Это открывает простор для фантазии. Взять хотя бы документацию перформанса Ольги Крайторэкран на полу, на которой транслируется видео. Там показана художница, лежащая на земле в образе спящей царевны, и реакция проходящих мимо нее людей. РИА Новости, Сергей Пятаков. Посетители возле картины Виктора Васнецова Иван Царевич на сером волке на выставке в Третьяковке. Один из трех посетителей возле картины Виктора Васнецова Иван Царевич на сером волке на выставке в Третьяковке. РИА Новости, Сергей Пятаков РИА Новости, Сергей Пятаков, посетители на выставке «Русская сказка» в Третьяковке. Слева картина Викторья Васнецова и выставка «Русская сказка» в Третьяковке. Выставка «Русская сказка». От Воснецова до сих пор в Москве. РИА Новости, Сергей Пятаков. 1 из 3. Посетители возле картины Виктора Воснецова Иван Царевич на Сером Волке на выставке в Третьяковке. РИА Новости, Сергей Пятаков. 2 из 3. Посетители на выставке «Русская сказка» в Третьяковке. Слева картина Воснецова «Три царевны подземного царства». РИА Новости, Сергей Пятаков. 3 из 3. Выставка «Русская сказка». От Воснецова до сих пор в Москве. РИА Новости, Сергей Пятаков. Другой необычный экспонат в зале подводного царства. Под потолком висит гигантская золотая рыбка, но ловить ее не стоит, хрупкие перекрытия могут не выдержать. Лучше посмотреть на диалог классики и современности. Царевна лягушка Воснецова соседствует со случаем на болоте Андрея Льва про того, кто нашел то, не знаю что. Здесь же русалки Крамского, эскиз Михаила Врубеля к картине «Царевна лебедь», яркие костюмы Георгия Острецова из проекта «Русский космизм» и много чего еще, чтобы изучить все, нужно потрудиться. РИА Новости, Сергей Пятаков. Выставка «Русская сказка». От Воснецова до сих пор в Москве. Просто так жить-поживать до добра наживать скучно, поэтому создатели выставки разнообразили ее медиа. Тем, кому не хватит интерактивности, надо подойти к ожившим полотнам. В зале подземного царства эта картина боя Добрыни Никитича со змеем Горынычем Воснецова. Изображение с помощью новых технологий превратилось в видео. Змей машет крыльями и плюется огнем. Добрыня укрывается щитом и сдерживает натиск. Выглядит как фрагмент компьютерной игры. По соседству Баба-Яга в ступе летит над лесом, а в зале подводного царства рыбки плавают на видеокартине или репе на садко. Еще можно примерить на себя образ богатыря, Бабы-Яги, Василисы Прекрасной, Марфушеньки, Кащея или Лешева. В этом помогут тематические инстаграм-маски. Фото предоставлено пресс-службой. Превью инстаграм-маски Богатырь. 2 из 6 превью инстаграм-маски Баба-Яга фото предоставлено пресс-службой. 3 из 6 превью инстаграм-маски Василиса фото предоставлено пресс-службой. Авокадо Тост Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост Превью Инстаграм Майске Марфушенька Душенька 4 из 6 превью Инстаграм Майске Марфушенька Душенька Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост Превью Инстаграм Майске Каще 5 из 6 превью Инстаграм Майске Каще Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост Превью Инстаграм Маски Лешие 6 из 6 превью Инстаграм Маски Лешие Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост 1 из 6 превью Инстаграм Маски Богатырь Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост 2 из 6 превью Инстаграм Маски Баба Яга Фото, предоставлено пресс-службой Авокадо Тост 3 из 6 превью Инстаграм Маски Василисы Фото Мы пригласили шесть художников, которые работают в разных жанрах. От классического живописца до мейкап-мастера и модельера, объясняется куратор, креативный директор коллектива. Виктор Ландер, мы хотели показать связь волшебной истории с современностью. Стать сказочным героем можно совсем скоро маски появятся в инстаграм-аккаунте Третьяковке. 17 октября 2019 года, 08.00 культура рыцарь красоты, на какую выставку Третьяковки мы будем стоять в очередях? Продолжение следует...